Девятиклассники Девятиклассники Я вам дам сегодня список орфограмм, все орфограммы, которые требуют выполнения задания номер 5. Итак, начнем. У вас будет выглядеть задание 5 в следующей форме. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. И мы видим 5 орфограмм, 5 задач, которые нужно будет решить. И они все разные орфограммы. Но я, когда покажу список орфограмм, вы должны будете все это методично изучить. Потому что каждая орфограмма, допустим, не с причастиями, не с разными частями. Это предполагает написание не с существительными, не с прилагательными, не с глаголами, не с депричастиями и так далее. Поэтому одно правило за собой требует усвоения многих правил. Требования. Знание орфограмм. Умение применять орфограммы на практике, видеть их в предложенных словах. Умение находить ошибки в объяснениях по правописанию слов. Как выполнять задание 5? Внимательно прочитайте объяснение написания первого слова. Вспомните правило, о котором идет речь. Посмотрите, доказывает ли данное правило верное написание орфограммы в слове. Если орфограмма объяснена верно, запишите номер варианта в бланке ответов. Далее таким же образом анализируйте пояснение правописания других слов. Помните, что количество вариантов не указано. Нужно самим определять, какие варианты будут верными. Их может быть до 4. Вот список орфограмм. Давайте мы посмотрим. Употребление гласных букв И, У, А после шипящих. Это было в 5 классе орфограмма. Употребление гласных букв О, Ё, А после шипящих и С. Употребление, смотрите, вот о чем я говорила. Употребление мягкого твердого знака – это разделительные мягкие твердые знаки. Употребление мягкого знака на конце существительных после шипящих. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. Краткие прилагательные с основой на шипящую. Мягкий знак после шипящих в неопределенной форме глагола и во втором лице. Единство числа. «Тся» и «тся» в глаголах числительных, повелительного наклонения и мягкий знак после шипящих на конце наречий. Дальше у вас может быть правописание корней. Это гласные в корнях слов, проверяемые и непроверяемые. Гласные в корнях слов, чередующиеся проверяемые и непроверяемые, согласные в корнях слов. Непроизносимые, сомнительные, сомнительные гласные о и сложных словах. Так. Так, дальше у нас продолжается правоописание приставок, это целый блок правоописания суффиксов различных частей речи, кроме n, 1 и 2n, это другие правила, и, наконец, 1 и 2n в различных частях речи, которые мы рассмотрим, и правоописание падежных окончаний. 1. Личное окончание глаголов и суффиксов причастей. 2. Слитное разделе написания не с различными частями речи, с существительными, с прилагательными, с глаголами, с причастием, с депричастями, с наречиями. 3. Правоописание отрицательных местоимений на речи, правоописание не и не, и правоописание служебных слов, правоописание словарных слов, это за каждый класс, Слитное, дефисное, раздельное написание слов о различных частей речи. Это очень много, к сожалению, орфограмм, которые нам надо будет изучить. Ну и первая орфограмма употребления гласных букв ИУА после щепящих. Мы знаем, что после Ж, Ш, Ч, Щ пишутся буквы И, У, А, а не И, Ю, Я. И запомнить, у нас исключение есть жюри, брошюра парашют. После С в корнях пишется всегда И, помним, цирк, цитата, цифра, дисциплина, панцирь. И пишется в веноязычных словах, оканчиваясь на ЦИЯ, инспекция, демонстрация и так далее. В окончаниях существительных прилагательных пишется И, умницы, голубцы, птицы, таблицы, широколицей, бледнолицей. Здесь нужно обратить внимание, что в задании у вас будет такое определение, что будет дано слово, и после С пишется И, допустим. И вы не обратили внимания, что это либо в корне, либо в окончании. Может быть, вы подумаете, что это правильно написали, но нужно обязательно смотреть, то ли это в корне, то ли это в окончании и суффиксе. Это значимо. Когда будет практика, я покажу. Разделительный твердый мягкий знак. Разделительный твердый знак пишется в следующих случаях. После приставок на согласные, перед буквами Е, Ё, Ю, Я, в иноязычных собственных наименованиях. Разделительный мягкий пишется в следующих случаях. В корнях слов перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И, О. Премьера, ружье, интервью, семья, птичий, почтальон. Запомните, слово изъян в корне находится в словах с иноязычными приставками. В русском языке приставки не выделяются. Запомните, слова абьюрация, адъективная, адъективация, инъекция, конъюнктивит, объективный, субъект, субъективный, выделяющиеся употребляемые слова. Употребление мягкого знака на конце существительных послещипящих. Послещипящих пишется мягкий знак в следующих случаях. На конце существительных третьего склонения. Тишь, ночь, женский род, третье склонение. В мужском роде второго склонения после шипящих мягкий знак не пишется. Так, дальше мы должны обратить внимание, неопределённая форма глагола. Что делать? Беречь, беречься. По велительному наклонению глагола режь. И в наречиях нашеече сплошь, навсничь и в слове наше настежь. На конце частиц виш, лиш, иш, биш. Запомните случаи, когда мягкий знак не пишется после шипящих. Как я говорила, это мужской род. В именительном падеже грач, плащ, камыш – это второе склонение. И в существительных женского и среднего рода в косвенных падежах. Много туч, много нет рощ. Краткие прилагательные с основанной на шипящую. Краткие прилагательные пишутся без мягкого знака. Шипуч, горяч, могуч. Запомните написание наиболее часто употребляемых кратких прилагательных мужского рода на шипящую. Блестящ, горюч, горяч, дюж, жгуч, колюч, линюч, могуч, неуклюж, похож, свеж, трескуч, тягуч, хорош, шипуч. Мягкий знак после шипящих в неопределенной форме глагола во втором лице единственного числа. То есть в вопросе есть мягкий знак. Писать, что делать, поинтересоваться, что сделать. И тя. Мягкий знак не пишется в формах глагола в следующих вопросах. В вопросе нет «с». И в середине числительных от 50 до 80, от 500, вот 500, 600, 700, 800. И на конце 6, 11, ну это понятно, да? И мягкий знак не пишется, числительных 15, 18. Глаголу в повелительном наклонении мы говорили. Спрячь, спрячьте, спрячьте. На конце наречий пишется мягкий знак. И исключение составляет три слова. Уж, замуж, не втерпёшь. Практика. Давайте поупражняемся, посмотрим. Отрежь в повелительной форме. Задания будут такие. Естественно, что в своем задании будут разные орфограммы. Но мы сейчас рассмотрим именно те орфограммы, как они даются. Какая форма задания. Отрежь в повелительной форме глагола. После шипящих пишется буква мягкий знак. Отрежь. Что сделай? Повелительная форма – это правильное. Распишешься ты в форме повелительного наклонения глагола. Пишется буква мягкий знак. Распишешься ты в форме. Это не повелительная форма. Это минус. Это неправильно. Луч. Существительное второго склонения. На конце после шипящих буква мягкий знак не пишется. Это правильно. Луч мужской род – второе склонение. Мягкий знак не пишется. Мягкий знак пишется, когда женский род. И третье склонение. Ночь рожь. Тишь. Вскачь. На конце кратких прилагательных после шипящих пишется буква мягкий знак. Написано. Неправильно. Почему вскачь? Это не краткое прилагательное. Это у нас наречие. Поэтому это неправильный ответ. Похож. На конце наречий после шипящих буква мягкий знак не пишется. Это неправильно. Это не наречие. Тоже минус. Превозмочь. На конце наречий после шипящих пишется буква мягкий знак. Это неправильно. Превозмочь. Что сделать? Это глагол, это не наречие. Поэтому я хочу сказать, что, возможно, вы знаете правила, но правильное решение вот этого задания зависит от того, как вы будете внимательно смотреть. Мы поняли, что, допустим, здесь у нас это наклонение другое. В другом случае это склонение другое. Значит, в третьем случае это не та часть речи. И вы должны поэтому очень хорошо разобраться в начальном блоке, который я давала, орфограммы, которые нужно очень внимательно изучить. Мягкий знак, где пишется, после шипящих, в каких частях речи. И уа после шипящих. Вот эти правила нужно смотреть. Либо можете посмотреть в учебниках пятого класса, все орфограммы в основном там даются. Причастия прилагательные. Причастия даются в седьмом классе. Поэтому нужно очень хорошо знать, как сами части речи и правила, которые даны в изучении данного раздела. Я думаю, если вы будете очень много тренироваться, пятое задание будет сделать реально. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ 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 ЗВОНОК ТЕЛЕФО